Что значит Бога богатеть? Вот сегодня многие из вас оставили свои житейские дела и пришли в Божий храм. И это ваше богатство. Когда встается богатство? Возьмите в любом направлении, в любом производстве, в любом, как скажем сегодняшним словом, бизнесе. Человек сначала о нем узнает. Потом начинает уделять этому направлению своего развития время. Причем достаточно много времени. Иногда день, иногда по ночам, иногда командировки, иногда уходит прямо и на семью нет времени. Потом он об этом узнает, потом понимает, что многие этим занимаются и надо знать свое направление дела лучше других. Надо его знать отлично, чтобы работать хорошо, нужно хорошо знать свое дело. Это в любой отрасли, в промышленности, в экономике, в искусстве, где бы ты ни был. Художник, если начнут плохо рисовать, никто картину его не приобретет. И вот человек уже учится, читает, повышает квалификацию, уделяет время, не спит, иногда не ест, работает, чтобы заработать. Он богатеет в себя, то есть он приобретает, вкладывает, потом снова вкладывает, снова проценты на проценты. И вот этим у него уже вся жизнь закручена. А Господь говорит о богатстве не в себя, а в Бога. Что это? Точно так. Сначала надо узнать, кому мы служим. Как его вообще зовут? Иисус Христос. А что я в нем знаю? А мало что знаю. Ну, знаю, что родился. Знаю, что распяли и воскрес. А то, что придет опять и спросит, вот все, что он написал, это же не просто сказано кому-то, это мне сказано. А я в богатею в Бога? Стоп. А что это значит? А почитай. И человек начинает уже узнавать. А когда узнал, начинает уделять этому больше времени. И уже богатеет через чтение, он уже приобретает сокровища на небесах. Никогда не считайте потерянным время чтения Евангелия. Считайте потерянным день, если вы Евангелие не читали. Вот это день потерянный. Ты что-то купил, приобрел, ты все ставишь. А если ты Евангелие не почитал, снова Бога не услышал, не оживил свою душу, то есть не приобрел для души своей. Значит ничего не приобрел, значит все потерял, день впустую прожил. Поэтому, дорогие, кроме того, что мы должны читать, мы должны научаться молиться Богу. То есть просить у Бога, потому что Он податель всех благ. Значит нам нужен уже живой разговор, а я не умею, молитв не знаю. Вот тебе молитва слов, читай. И ты уже свое время уделяешь на приобретение духовных сокровищ. Ты приобрел сокровища веры, потому что вера от слышания, от слышания, от слова Божия. И ты уже богат, но богат духовно, словом Господним, словом жизни, который не умрет никогда, но и других спасет. И когда ты уделяешь этому больше времени, ты понимаешь, что ты не просто тратишь время впустую. Ты богатеешь, ты становишься счастливее, ты становишься спокойнее, ты становишься радостнее, потому что видишь путь, которым ты идешь, не только по этой временной жизни, но перед тобой открывается небо. И ты понимаешь, что ты житель неба, а не земли. И собираешь уже туда, даже приобретенное, ты понимаешь, как потратить. Всякая мелочь, во славу Бога, сделанная, это приобретение. И никогда не думаешь, ну вот надо было, вот что осталось, что-то там, ну давай пожертвуем там, может быть там что-то нужно на храм. А сколько нужно к Рождеству подготовить престольный праздник? И роспись закончить, и хоры расписать. Вот кто хочет разбогатеть, милости просим, вон стоят сокровищницы ваши. Это не наши сокровища, кружки, это ваши сокровищницы. То есть, пришел и что-то от приобретенного еще опустил, вот ты уже побогател, вот ты уже в Бога разбогател, а не в себя. То, что ты взял кулачок, сжался, все, вот это не твое. А когда умрешь, кулачки разжимаются, и в кулачках ничего не собирается. Ручки складываются специально, чтобы обозревали все у гроба. Знаете почему? Чтобы люди видели, люди складывают развернутые кулачки крестообразно. Что в этих кулачках ничего нет, один крестик, один крестик. А ты богател в Христа, которого потом во гробе держишь. Или ты думал, что в кулачках ты что-нибудь сохранишь. Ничего. В гробу карманов нет. Ничего с собой не унесем. И поэтому тот, кто уделил время, уделил средства, вот тогда ты уже ищешь, кому бы еще помочь. Вот тому давай. А вот этому хорошо. А вот этому, то уже вроде бы не с чего помогать. На, Господь не оставит. Может быть всю же ночь и мою душу заберут. Кому я оставлю все, что заготовил? Я приводил уже пример, приведу еще раз. Я отпевал одного человека богатого. Нас приглашают отпевать людей, которые прожил все и нажил. Говорит, я для детей, батюшка. Живу для детей. Это же все им останется. Ой, не знал он, во что разбогател. И вот когда я уже собирал требную сумочку, кадила, требник и петрохильку, слышу, сзади начинают уже дележ. Значит, твоя мебель, моя квартира, твоя машина, мой гараж. Я говорю, слушайте, дети, еще гроб вашего отца в доме. А вы уже делите то, что он вообще вложил в свою жизнь для вас. А потом ссоры, а потом суды, а потом драки. Разве этого не слышите? Что оставил человек? Детям, говорю, все оставлю. Но ты не в Бога богател. Ты в детей богател. Поэтому вот в Бога богатеющий, кто в храм приходит? Вот время потратили сегодня. Говорят, ну что я приобретел? Постоял. Да ничего подобного. Вы сегодня другие уйдете. Сегодня вы уйдете другие из храма. Вы уже думать будете. Слово Божие будете читать. Потому что оно к вам, каждому из нас. Богатейте в Бога. Но самое главное сокровище, дорогие, это божественная литургия. Кто за божественной литургией был, тот в тысячу раз разбогател. Вот стойте и богатейте в Бога. И всегда знайте, что ты пришел и что-то уже прочитал к литургии. Я узнал о ней больше. Я теперь стою и понимаю, ты уже богач. Я хочу сегодня казаков поблагодарить. Вы слышали, как они сегодня пели? Вот сегодня они разбогатели. Просто стояли, как нищие пришли. Вот стоят, как все. А потом, ну да давайте пойте. Господи, помилуй. Вы уже богаче. Да как спеливало отцы. Радостно, приятно было. Даже батюшки пересмотрелись в алтаре. Наши казаки поют. Смотрите, как богатство приобретается. То есть ты ничего не купил, ты ничего не приобрел. Кажется. Ты просто выучил новое песнопение. Я убежден. Я еще сегодня спрошу на сходе у них. Почувствовали вы себя чуть-чуть богаче, разбогатевшим. Я убежден. Каждый, кто сегодня участвовал в литургии, пел, стал богаче. Потому что я что-то новое сделал для тебя, Господи. Не для себя же я спел, правда? Для Бога спел, для храма Божия. И люди стоят, вот это наши казаки. И с следующего воскресенья приду еще. Смотри, ты богатство поделился сколько. Потому что в тысячи раз богатеет тот, кто за литургией приходит. Но еще хочу сделать вас миллионерами. Миллион приобрел тот, вне всякого сравнения с миллионом земного посчитанного сокровища, кто сегодня причастился к святых христовых тайн. Этому сокровищу нет цены. И те, кто сегодня причастился, это поистине духовные миллионеры. Приходите, богатейте в Бога, братья и сестры. Вот только здесь мы выйдем духовно богатыми. А тогда и нужно, раздадим кому нужно. И Бог пошлет тебе еще, потому что Он знает, что ты это богатство. Не в кулачок сжимаешь, а на доброе дело даешь, на Божье дело раздаешь. Значит, в Бога богатеешь. Аминь.